Всем привет! И сегодня мы рассмотрим экшн-камеру от Xiaomi под непроизносимым названием YI. Сразу хочу отметить, что камера начала производиться в 2015 году, и первые покупатели отмечали ее недостатки. Так, например, плохо звучал микрофон. Людям приходилось разбирать камеру и убирать пленку, заграживающую микрофон. Также в камере происходил саморазряд в выключенном состоянии. Так, за ночь камера могла разрядиться на 100%. Вот, эту же камеру я купил в 2016 году, и к этому времени компания Xiaomi устранила все эти недостатки. Так что теперь эта камера вне конкуренции, тем более, что ее стоимость составляет всего 5000 рублей. Ну что ж, приступим к обзору, поехали! Итак, существуют три версии расцветки камеры. Это белая версия, это салатово-бирюзовая и черная версия, появившаяся совсем недавно. В моем случае это белая версия. Также существуют две версии, стандартная базовая и расширенная Travel Edition. В расширенной версии в комплекте с камерой идет селфи-палка от Xiaomi. Решено было купить стандартную версию, а селфи-палку, если понадобится, докупить потом отдельно. Рассмотрим коробку. Значит, камера поставляется в стандартной для Xiaomi упаковке. На передней стороне название камеры, на задней стороне краткое описание и точное название модели. Открываем коробку и сразу же видим камеру. Достаем камеру. Сразу же у нас идет аккумулятор. Идет вот такой вот аккумулятор. Аккумулятор, значит, у нас на 960 миллиампер. Также идет... Также у нас идет кабель зарядки. Кабель довольно короткий, и поэтому это не очень удобно. Да, в камере в комплекте не идет карта microSD, поэтому ее нужно докупить отдельно. Все, вот так вот собирается камера. В следующей части мы рассмотрим работу камеры. Камера выполнена из глянца матового пластика с рифлениями по краям. На передней стороне камеры мы имеем кнопку включения камеры, а также широкоугольный объектив. На верхней стороне имеем кнопку спуска затвора, индикатор работы камеры, а также отверстие для микрофона. Его можно легко закрыть пальцем во время съемки, поэтому нужно обращать на это внимание. На левой стороне камеры имеем кнопку включения Wi-Fi и индикатор его работы. На правой стороне у нас пусто. На задней стороне мы имеем резьбу для крепления к штативу. Она стандартная, поэтому ваши какие-то селфи-палки вполне могут подойти. Также дублирующий индикатор режима работы камеры и отверстие, скорее всего, для отвода тепла. Вот такая вот селфи-палка имелась, и она прекрасно подходит. Поэтому, если у вас где-нибудь завалялось что-то похожее, то вы можете не покупать расширенную версию, а использовать уже имеющуюся. На задней стороне мы имеем дублирующий индикатор работы камеры и два слота, большой и маленький. В большом слоте у нас располагается аккумулятор на 960 мАч. В маленьком слоте мы имеем слот для карты microSD. В комплекте с камерой карта не идет, поэтому ее стоит докупить отдельно. В моем случае это карта на 16 гигабайт, чего схватает с лихвой. Также мы имеем вход для зарядки microUSB и вход microHDMI для вывода изображения на внешнее устройство. Значит, заряжается камера приблизительно 2 часа от порта USB вашего компьютера. Аккумулятора хватает приблизительно на 1,5-2 часа съемки в зависимости от выбранного режима съемки, а также включенного Wi-Fi. Так, включим камеру. Индикатор загорелся синим цветом, это означает, что аккумулятора сейчас приблизительно от 50 до 100%. Если этот индикатор горит фиолетовым цветом, то это означает, что аккумулятора сейчас приблизительно от 15 до 50%. И если красным, то от 0 до 15%. После включения, если индикатор загорелся непрерывно красным цветом, это означает, что камера включилась в режиме видео. Нажимаем спуск затвора. Индикаторы начали мигать. Это означает, что пошел процесс записи. Чтобы запись остановить, нажимаем повторно на спуск затвора. Теперь, чтобы нам переключиться в режим фото, нажимаем на кнопку включения один раз. Индикатор погас, это означает, что камера находится в режиме фото. Нажимаем спуск затвора и делаем фото. Также, чтобы выключить камеру, необходимо зажать кнопку Power. Все, камера выключена. В следующей части мы рассмотрим работу с приложением от Xiaomi для дополнительной настройки нашей камеры. Для того, чтобы подключиться к нашей камере, на ней нужно включить Wi-Fi. Нажимаем на кнопку и ждем, пока индикатор начнет мигать, сигнализируя нам, что камера готова к режиму сопряжения. Так, индикатор начал мигать. Запускаем фирменное приложение. Называется камера и пропускаем регистрацию. И переходим в настройки. Сначала переходим в настройки видео. Нажимаем Connect. Итак, вот произвелось у нас включение. И мы видим, что здесь мы можем использовать наш телефон в качестве экрана. Перейдем в настройки. Значит, здесь что мы имеем? Режимы съемки, различные разрешения и форматы. Режим замера экспозиции по центру, обычный и точка. Авто низкая освещенность, по умолчанию включено. Качество высокое, обычное и низкое. Титры времени, число, время и число, дата. А также стандарт, PAL и НТСЦ. У меня включен сейчас PAL. Настройки. Так, здесь мы можем что установить? Режим старта камеры. По умолчанию камера, когда включена, включается, то она или же включается в режиме фото или видео. Здесь это можно настроить. Циклическая запись. Эта функция полезна, если вы будете использовать камеру в качестве видеорегистратора. Настройки объектива. По умолчанию камера снимает в сверхширокоугольном режиме. Если же включить эту опцию, то широкоугольность будет уменьшена и искажения по краям пропадут. Автовключение Wi-Fi на устройстве это нам не нужно. Выход AV. Если использовать внешний монитор, повернуть. Опять же, эта функция в качестве регистратора будет очень полезна. Резервное копирование не использую. Отключить Bluetooth. Да, также в этой камере существует и Bluetooth, но он используется только для пульта управления, отвечающего за спуск затвора. Громкость сигнала. Стоит высокая. Настройки Wi-Fi. Значит, вот имя нашей Wi-Fi сети, а пароль по умолчанию идет 1234567890. Так, автовыключение стоит у меня выключено. Вот, значит, название модели, серийный номер, версия прошивки, карта SD. Здесь показаны, значит, сколько места у нас и сколько занято на карте. Найти камеру. Слышим индикатор. Восстановить заводские настройки. Но нам это сейчас не нужно. Так, теперь давайте режим фото перейдем. Так, режим фото. Значит, здесь мы имеем различные разрешения фото. 16, 13, 12, 8 и 5 мегапикселей. Режим замера экспозиции. По центру обычная точка. И титры времени. Нам это не нужно. Настройки. Ну, опять же, вот здесь все аналогично. Также это приложение показывает нам уровень заряда аккумулятора. Сейчас он находится на 52%. Также можно включить сетку. И перейти в таймер. Ну, таймер я обычно не использую. Также здесь можно просмотреть то, что вы сняли. Например, фото, да? Вот мы сняли. И теперь переходим в галерею. Вот в галерее мы видим фотографию. Вот я, да? Тут можно посмотреть. Так, завершить это действие. По умолчанию видео использовать. Окей. Так, ну вот, смотрим, видео запускается. Так, ну вот, смотрим, видео запускается. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка камеры микрофона. Проверяем камеру микрофона. Xiaomi камера. И iPhone 5s. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Камера Xiaomi. Николай, Борис, Анатолий. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Ну что же, подведя итоги, хочется сказать, что данная камера получилась потрясающей. За свою стоимость 5000 рублей она обладает впечатляющими характеристиками. Качество изображения просто на высоте. Да, в первые годы пользователи жаловались на некоторые недостатки, но на сегодняшний день компания Axiomi все их устранила. И теперь данная камера просто вне конкуренции. За такую цену, такого качества изображения вы больше не встретите нигде. Так что, если вам нужна камера, чтобы снимать какие-то походы, спортивные соревнования, то данная камера будет идеальна. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!